Книга «Открытым оком». Девятый том. Тема «Монашество». Вопрос 2214. Вы не просто коснулись темы монашества, а раскопали все жития. И неужели думаете, что что-то измените, что вот так сразу монахи и монашки пойдут проповедовать по России? Мне кажется, что против вас они не просто будут злиться, а будут проклинать и еще что похуже того. Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Все может быть. Но как раз это и докажет, что я был прав, что уход в затвор не делает человека лучше, потому что он не перетирается, и его вкус в нем остается. Он не приучается давать, а только берет. Так поступали и с пророками древности. Но Бог Иегова дает своим избранникам напутствие, чтобы не смущались отсутствием положительного результата от проповеди и от обличения непокорных и жестоковыйных. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом? Но пусть знают, что был пророк среди них. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним и скажи им. Так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут? Иеремия, 15 глава, 20 стих. «И сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо Я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя», — говорит Господь. Бог мог бы так сотворить, чтобы слышащие слова истины покорились проповеди Павла и Златоуста, «но на деле им положен был горький кубок, и притом не от еретиков, а и от своих единоверных» — второе послание Коринфянам, 11 глава, 26 стих. «Много раз был в опасностях между лжебратьями» — послание к Галатам, 2 глава, 4 и 5 стихи. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинно благовествование сохранилось у вас». Злопамятство уподобляет бесам, хотя бы клялся, что простил давно, а сам ярлык на недруга навесил, обидой тешится, заснял ее в кино. Злопомнящий от несварения страждет, смертельный подавился костью, и подбивает за обиды граждан, жилье и жило заправляет злостью. При рассмотрении обида велика, последствия ущерба не восполнишь. Прости, все перемелется, останется мука, забрежется рассвет в глухую полночь. У непростившего в душе всегда свенцем, там узники томятся, как в гулаге. Страдают этим русские и немцы, и сердце душу превращает в лагерь. Без повода простим великодушно по заповеди Божией Нагорной, да слышат все имеющие уши свободу узникам сломить греха запоры. Ни на кого за пазухой булыжник, да не найдет укромного местечка. Не оскверняй язык от слов облыжных, и память о худом не схорони за печкой. Не помнящий обиды лучше видит свои просчеты, грех и преступления. Просящего прощения доминует. Всеобщая молва, прилюдное хуление. У Бога просим также нас прощать, как мы не помним и простили ближним. Обиды дней своих не сокращай, кто давит свой конец, в конце он станет нижним. Найти в обидевшем какое-то добро и страхом Божьим зло обиды загаси. Зверь злопомнений сегодня же умрет. Так вырывают жало у осы. 29 июня 2004 год. Игнатий Лапкин.